вижу цель не вижу препятствий это лозунг navi с 2010 или 11 года вообще это старый девиз explosive потом там не знаю гейминг старых киевских команд ну и соответственно он же используется сейчас по моему всеми составами navi он так уже устаканился укоренился и скорее всего мы уже до конца наших дней будем слышать именно этот девиз саша симпл электроник зевс флейми и эдвард состав наши пятерки команда navi сзади тренер команды миша кейн пока что без наушников что там решает судьей старт серии команда nip на ваших экранах ребята сдают телефончики дабы никого не заподозрили в читерстве ну и по идее ножи были все готовы совсем скоро мы будем начинать форест гитрай трез лекро и дракен с другой стороны наверное должны стать препятствием для команды navi и их придется проходить рожденным побеждать чтобы иметь еще одну победу и статистику 2-1 как показывает практика не самый это простой соперник на ip играли сложнейший матч против фнатик в дебюте этого турнира проиграли 1-2 но счета были плотные ну в общем шведские дерби чего и ожидать очень давно эти скажем теги играют друг против друга ну и затем такая же сложная победа над командой норс со счетом 2-1 там тоже плотные счета 16 14 16 12 ну и соответственно мираже тоже 16 12 хорошая практика была у команды nip ну и хотелось бы сказать что в том матче против норс как раз таки рез где-то потерялся дракена не было вообще на карте нюк это еще один хороший вопрос вот сумеет ли уильям сунден включится как и на ip все-таки выбрав нюк еще раз сумеют приспособить драки на может быть что-то поменять ну на самом деле тут и navi если честно не в самой хорошей форме находится они проиграли вичи дальше они выиграли у команды биг но биги на этом чемпионате проводят далеко не самую лучшую серию биги в плохой форме находятся поэтому нельзя сказать что на весь здесь как по мне явный прям фаворит хотя конечно мы знаем козыри navi это симпл это электроник и так далее с другой стороны navi обыграли биг как раз таки на дасте втором у этой команды даст довольно серьезная хорошая карта но опять же биги проиграли по моему виталити если не ошибаюсь там зайву бегал просто по картинке с а в п и отстреливал постоянно по два по три но если симпл будет делать нечто похожее против команды на и пи соответственно тяжело представить что же будет с командой navi с другой стороны есть дрейкен может быть не самый стабильный снайпер но этот парень может как говорят проигроки сильно пропереться и тогда уж у нави могут начаться серьезные проблемы ну и в отличие наверное от биги где сейчас нет явно выраженного плеймейкера у на и пи таких довольно много вот батя форест например сидит в центре этой команды у него уже 3 или какая там по счету молодость все-таки нашел он свою игру и сейчас находится чуть ли не в наилучшей форме за последнее время может не то что иногда очень часто тащить свою команду вперед у гитрайта наконец тоже появляются скажем так стабильные моменты великолепной игры которую он показывает лекро ну по-прежнему он в качестве ингейм лидера хорош вот res в основном стабилен да вчера несколько выпадал ну и дрейкен сеня уже сказал также о нем может он пропереться и наверное прямо сейчас он супер заряжен тем более это navi так сказать принципиальный соперник все-таки мы не устанем наверное вспоминать тот самый твит от дрейкена когда он сказал что соло может завести весь снг минор и вообще тут нечего делать ну а снг минор может он и может там где-то соло но тут топ коллектив мира по моему вторая или третья да команда это navi действительно самый главный фаворит наверное в рамках этого чемпионата кстати сейчас четвертое уже но тэнс подвинули да 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 ну оно и понятно должны были наверное тут все по делу скажем так это финал мейджора великолепная игра не ну с одной стороны слишком много очков конечно они получили за один чемпионат но игра это не в любом случае неплохо да то есть не будет не будем тут меряться кто сильнее чемпионат покажет в рамках этого чемпионата у нас есть и энс и navi поэтому как раз таки может быть именно эти команды и встретиться чуть позже тем временем пистолетка все-таки начинается у нас диффуза у зевса первая армора у всех остальных игроков команда не поиграет довольно медленно парни играя через верхнюю тэшку спускается вниз и в принципе ну скажем так собирает информацию летит нет это смачок какой-то прилетел супер мега дальний в центр тем временем симпл пикает просто мидл гитрайт падает выходит дрейкен и выход на бэк лэнс так встречают и зевса и электроника не дают разыграться флейме и посмотрите два фрага под б один на мидле симпл в размене но большинство для nip занята точка б которую крайне сложно выбивать всего лишь одна флешка симпл идет на ранний отстрел но пока в его поле зрения никого из соперников нет бомба установлена его тиммейт эдвард идет по темке и вот вопрос он перестреляет ли он реза и будет ли раз вообще стреляться нет раз не будет у вас уходит просто назад чекает дальше окно симпл в воротах смог прошел диффузы у нас есть у саши пойдут до конца игроки команды navi но форес слишком хорошей позиции в итоге эдвард падает симпл остается один симпл пытается распикать туда-сюда но слишком много игроков команда nip хорошая комбинация хоть и по кипу на сразу гитрайт не ожидал сашу симпл увидит зиги с другой стороны как же здорово звено вышло под гранатки на точке б отличные раскидки и 1-0 ну в кулуарах до начала этого матча мы немного пообщались с коллегами с кваном окрошка сегодня там тоже был и для меня здесь счет 2-0 не был бы на самом деле неожиданным потому что карты для не подходя еще них было много практики на дасте по последнему времени на мажоре они в равную сражались со страли с доигравшись там до счета 14 14 а пока что форс раунд от navi укрепление длины 4 и электроник первый фраг пусть остался с восьмеркой хп но его сделал эдварда однако разменивают эти интересные форс от navi потому что по-моему на дасте они уже играли вчера и там мы видели скауты в этот момент симпл и zev забирают на зиге ребята как-то не слишком аккуратно сыграли в этой позиции в конце концов 2 в 4 электроник красный но позиции нет электроник на пленте у него 2 8 холлс поинтов а вот флейми на центре и в мидл к нему никто не пойдет электроник пытается жить здесь до конца но слишком аккуратная игра конечно поэтому сделать минус он не смог флейми остается один и его форес смотрит флейми делает минус можно забрать ака в принципе на на самое оптимальное хорошее решение и поделиться с диглом следующем раунде так вот нави играли со скаутами если кто помнит симпл сделал два минуса флейми сделал два минуса а вот здесь на форсе они играют почему-то уже без скаутов ну и как мы видим ничего хорошего из этого не получилось флейми уходят на т-спаун забрал только что одного из игроков команды ниб и счет становится 2-0 но успешное вроде бы начало в этом форсе было от рожденных побеждать но следом были загнаны в ловушку опять же батя форест раскрутился у него два убийства и флейми конечно за сейвит свой калаш следующий раунд несет однако не пы скорее всего получит еще один раунд бонусом так сказать и пока все начинается хорошо хотя самое интересное будет на первым девайсом в тот момент когда у симпла появится снайперская винтовка и пока великолепный момент от фореста его повтор такой вантапчик ну круто отыграл все-таки форест а я так понимаю симпл по нх играл он слышал что там три или много вышло на ну скажем тогда как говорится и он решил рискнуть но форест был у нас нижней темки и он чекал одновременно как мидл так и зиг так и поджим из верхней тэшки скаут симпл кстати да вот сейчас играет со скаутом флейми отыгрывает сока если что будет сэвить и именно он собственно дал саши этот прекрасный девайс снова укрепленная длина здесь рез забирает эдварда но флейми раскручивает свой калаш 48 хп зевс подходит поближе и возможно пока тиммейты будут байтить реза должны разменивать так и получается второй фраг но точка б свободно бомба там же и скорее всего прямо сейчас и на и фи обязаны этим воспользоваться и здесь нави возможности хоть что-то сделать с раундом уже никаких армор только один у флейми 48 хп скорее всего сейф к следующему раунду об экономике все-таки нужно думать трофейный калаша не получают также ну скаут вряд ли конечно симпл будет использовать скорее галил с передропом следующем раунде и третий все-таки для непов сейф неплохих девайсов тут по-любому нави выигрывает огромное количество денег и электроник в следующем раунде будет играть сока симпл возможно даст горил или зевсу редварду потому что а в п нужно надасть втором но бомба взорвалась счет 3-0 вот-вот у нас будет от команды nip и интересная вязкая скорее всего будет игра от шведского коллектива они большие знатоки карты даст 2 они знают как нужно и центр отжимать и зиг выходить и раскидки по идее у них хорошие должны быть но и дрейкина хотелось бы все-таки увидеть а с а в п потому что сейчас ему будет противостоять саша симпл это будет довольно интересная битва выбивают галил только что ну может быть это и к лучшему конечно денег за сейвить было бы неплохо но кольт или там аук например более предпочтительный девайс пока коэффициенты от нашего партнера сайта gg bet 1 58 на 2 31 на команду nip по-прежнему не отстают то есть нави считаются фаворитами но на матч виннере в принципе это ожидаемо хотя несколько в сторону непов этот коэффициент все-таки сместился так стычка на длине нас ожидает ли экран реализует свой спаун но конечно получает флешку тут же молотов под ноги никто не открывался сам лекарь тоже не желал терять холспойнты и перед роб обратно дракен получает свой коронный девайс форест при этом на центре кидает коктейль молотова дабы поджечь игроков перед воротами флэми понимает что вроде как не нужно себя тушить потому что коктейль не самый точный но форест не выходит в мидл кстати флешки там ошиблись форест ослеп из-за этого но не страшно на на ланге при этом у нас смотрите кто играет битрайт в яме это шикарная позиция шикарное начало кстати вот не знаю симпл там смотрит его или нет симпл на картинке такое впечатление как будто не смотрят а вот что сделать на яме не извините я что-то парадар вообще мне казалось что он стоит в яме это была бы имба уже какая-то я просто потрогаю а потом сейчас смотрю опа нет он перед коробкой поэтому пардоните друзья а ну и при этом зиге стоят непы стоят зиге готовы наверно или мидл фейковать или все-таки зигом выходить но дракен пока контролит как раз таки мидл возможно под него подставится флейми этого дракен и дожидается такой минимальный пикселек у нави тем временем стак на а один подъем ближний молотов под флейми раскидка но 30 секунд остается у nip все это больше и больше походит на заход базу сплитом и это было бы отличным решением может даже но без сплита конечно вряд ли не будут играть двойка игроков уже вываливается на центр карты флеймич должен принимать первого на форест на размене падает кстати без размена и опорник базы бета и эдвард симпл находит фореста но 3 в 3 и красный электроник 8 секунд до окончания раунда бомба устанавливается ну успевает я имею ввиду что хороший душный раунд как ты и ожидал разыгрывают и на ip ну не без риска конечно то есть такими таймингами все завязано на серьезной четкости да то есть если где-то кто-то ошибается с таким таймингом особенно это игрок с бомбой например то все раунд не берется потому что вы выходите в конце но с другой стороны почему многие команды выходят с такими поздними таймингами потому что гранаты заканчиваются смоки проходят коктейли молотова проходят и соответственно у террористов в этом плане есть небольшое преимущество они дальше выходят там под флешки и так далее но это в любом случае риск дрейкин забирает симпла и а в п вот тут вопрос заберет здесь нет один калашников зевс подобрал авик все таки поэтому все неплохо для команды navi напоминаю что позапрошлом раунде не сейвили поэтому сейчас у них есть возможность снова форсить у флейми 7000 а он берет кстати второй авик и команда navi в принципе делает полноценный бай 4-0 вы на и пи все хорошо чувствуется заготовки которые у них есть на карту да даст 2 но 2 вп лейми и симпл вчера эта связка хорошо работала также в роли двух снайперских винтовок так снова молотов на длину драки над гоняет но лекар успел занять позицию за синим в общем-то под эту инфу выпускают и гитрайта так что длину отжали navi отходят обратно в плент а что в это время делает симпл он контролит мидл но стреляться с ним вряд ли будут пока что дракен все еще по длиной кстати флейми да в этот раз играет с а в п на длине но navi решили не воевать за эту позицию а это значит что вы на пленте вас могут зажать поэтому сидеть просто на точке не вариант нужно пытаться выбить зиг и конечно же не пы как грамотная команда они должны догадываться что navi где-то в этой области будут играть у нас форест все там же верхней чек это пока что врыв с точки б командой на и пи близко на старте и вот теперь им нужно очень грамотно зажать точку флейми но форест видите неграмотный нет не было ни флешки ничего в итоге просто падает да но он не ожидал наверное увидит там именно снайпера должен зигзаге да но готов был наверное стреляться с рифлером в позиции кто его знает и так и на и по сути сейчас сами могут оказаться зажатыми на длине в спину идет зевс вся информация присутствует на и на и пи давит время еще и гранаты правду нави они подходят концу но молотов плюс аешка есть молотов сейчас на длину и отправляется дракен однако забирает электроника флейми все еще в позиции однако под смоками проходят и на и пи флейми в уязвимом положении зевс минус дракен в спину гитрай щелкает флейми ну и сам плен по крайней мере свободен а вот лекра забирает зевса вторым номером большинстве какая-то жесть как вообще нави сумели отдать такой раунд еще не отдали да тут я тороплюсь но просто как это возможно эдвард забирает нас лекра ситуация один в два рез на пленте разу нужен размен чтобы остаться один в один выходе щелкает симпла есть инфа по последнему и рез может работать либо на стрельбу работая на подъеме либо просто уходить в зигу он идет на перестрелку опасно один хэлспойнт остался ну не залетело у него с этим спреем совершенно аж перекосило мы видим модельку котешника мол как это произошло но у реза и было там по моему 30 но нами сами довели ситуацию друзья то есть я поторопился извините меня но в то есть зевс собирает инфу стопроцентный 100 процентный лонг есть два чувака на пленте зевс который заходит спину ну понятное дело по моему симпл был снизу ничего сделать не мог потому что он смоке но 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 как но просто зажим с двух сторон при этом от кт сайда да то есть был и в итоге немножко не получилось буквально ледвард погибает нас на танцполе тем временем get right решил выйти на мидл вот такой спрей не получилось 3 в 4 это хороший шанс для нави с другой стороны б-плент занят и сейчас снова придется выбивать но есть задел на выбивание так сказать инфраструктура есть и молотовые смоки ну мы понимаем что там при равных положениях до убивать бы довольно тяжело но 4 в 3 почему бы нет бомбы установлены киты у флейме присутствуют есть зажим темки это электроник он с тремя хп идет через титаник время на нави не давит опять же ввиду наличие китов размен молотовыми драки на скорее всего сейчас выкурят он не дает свой килл но это почти стопроцентный раунд не хотелось бы забегать вперед потому что форест все еще жив и это опасный парень минус по электронику следом зажим от фореста как он своими сейчас забрал я не представляю зевс размен симпл ну забирают лекарь и все-таки этот раунд отжимают игроки команды рожденных побеждать нет есть дефузы все таки потому что симпл не успевал но зев все-таки прикупил щипцы или подобрал их соответственно все хорошо складывается для нави 5 1 2 в 4 сумели все-таки они выбить план точнее 4 в 3 все начиналось у электроника а век он его передропнул симплу хороший бай у рожденных побеждать зевс должен дать дроп автомата калашникова а у команды nip проблема все-таки все раунды которые они брали заканчивались конечно победой но нави удавалось выбивать девайсы и соответственно сейчас у непов 2 автомата калашникова 2 дигла цзшка и в этом плане конечно у рожденных побеждать оружие получше и отсутствует а вп что тоже лишает возможности команды команде nip искать какие-нибудь ранние убийства и выход в большинство что вообще-то по такому арсеналу едва ли не необходимо чтобы раскручивать пистолеты кстати на темку забивают все это может даже походить на 5 шорт от nip почему бы и нет гранаты для такого пробега у них присутствует есть и 3 смака и куча флешек даже 4 дыма так что возможно сейчас на и пи как раз этим и займутся пойдут в сторону симпла он работает перед машиной рекламе называемый смещается поближе к подъему ну и если на и пи не дадут грамотную раскидку то это будет походить на тир для костелева simple и компания готовы сейчас выходить точнее к ним готовы выходить ребята из команды на и пи но вот хватит ли гранат рожденным точнее не пам чтобы выйти на плента электроник слепой видит перед собой фореста кто кого электроник справляется симпл два минуса и завика ну и тут саша уже конечно не слепой он должен очень уверенно отыгрывать забирает дрейкена остается в этой ситуации один-один с гитрой на пытается его зарезать потому что думает тот ставит бомбу но нет счет становится 5-2 нави берут второй раунд подряд и оставляет непов без денег третий уходит на халяву команде navi хороший раунд был разыгран не пойми но опять-таки гранаток не хватило может быть не хватило темпа ну и вот эта стычка электроника с форестом под плентом если бы она была выиграна последним как раз таки патриком линбергом раунд могут пойти по другому сценарию тогда наверное и симпла на подъеме было бы проще контролить не ну проблема в том что во первых нужно а много коктейлей молотова б много флешек если ты выходишь против нави на плента то есть тут такая же ситуация как у виталити когда стоит за иву который очень четко чувствует свой ствол и естественно его если не слепишь не коктейлишь то выйти практически очень трудно но флешки были флешки были но не до конца потому что симпл все равно нашел какие-то свои фраги в самом начале но все таки ты прав во многом все зависело вот вот этой перестрелки форест против электроника симпл пытается найти игрока на пальме чекает дальше флейми минус res это 4 в 5 и нави будут зажимать мидл почему бы и нет у флейми супер ближняя позиция понимают экономическое положение игроки команды нави симпл забирает гитрайта это был фраг вообще в мидле наверное не знаю или сб просто симпл сейчас стоит как раз на б-базе но по моему отлетел игрок команды nip где-то на нуле флейми продолжает контролировать нижнюю тэшку электроник очень близко под дверями на длину также очень сложно будет выйти дракену зевс в открытую смотрит выход из банки но не пыж ждут ошибки хотя бы один фраг был бы для них не лишним как эдвард по моему даже по каске схлопотал 48 хп остается лекро разменивает флейми но электроник вливается в мидл отстреливает лекро вместе с бомбой драки но ничего не остается делать кроме как выходить со длины 20 секунд и контрольный выстрел одесса 5-3 5-3 неплохо пока что отыгрывают рожденные побеждать не пам нужно брать подряд серьезную серию нави с деньгами проблем нет на если что пойдет не так будут сэвить поэтому пока экономическую войну ребята из nip проигрывает дрейкин взял скаут все остальные играются к 47 вторыми арморами и раскидочкой при этом смоки есть флешки тоже коктейли молотова поэтому если что при выходе на можно неплохо откидать тем временем дрейкин пытается нашивать мид стоит у нас по моему симпл и да на центре да это симпл вместе с электроником а флейми на длине при этом один так форест со своим тиммейтом проходит нижнюю тэшку ну явное укрепление такая довольно агрессивная игра от нави на центр карты симпл здесь же наверное один фраг для него едва ли не обеспечен так и получается но дракен что же ты вешаешь прострелом через двери прямо в голову симплу зевс в опасном положении он не успевает отойти электроник конечно принимает двери по нему вносят урон но три в три и возможно и на пи уцепятся за эту возможность чтобы влиться в а плен или просто немного подождут дракен выходит через шорт может поймать флейми на ошибки но не тот успел отбросить гранату однако промахнулся с авиком дракен его за это не прощает электроник настреливает но лишь один фраг и размен эдвард при ситуации 1 в 2 как не пы выпутались да очень тяжелый для них раунд тем более симпл дел первый фраг но все таки в меньшинстве причем со скаутом в руках дракен взял теперь а в п и у команды не все неплохо эдвард на зиге ловит очень опасный смог и этот смог заставляет его видимо передумать да он уходит назад он подбирает какие-то гранаты пытается найти девайс есть а в п вот он это авик который принадлежал симплу дракон лор и эдвард будет сохранять ну 6-3 не пы пока что впереди но с деньгами я говорил на ее проблем нет поэтому в следующем раунде мы видим полноценный хороший бай но у непов появился снайпер рэс даст дроп дрейкен даст дроп поэтому в плане раскидки у они из пижамах все будет тоже здорово ну и хорошо складывается конечно этот матч пока для команды на и пи но по вчерашнему дасту против бейджи мы могли сделать вывод что у нави коронная сторона это конечно же атака потому что ну 10 к двум они отыграли и не оставили шансов хотя в защите у зевс тоже всегда считал что атака это сильная сторона на дасте причем не важно какой это даст ли в кс-гоуле в 1.6 победитель на первой карте gg bet 2.39 на nip по-прежнему нави фаворит несмотря на счет но опять же ребята из аналитики gg bet наверно отталкиваться как раз таки от того что нави за атаку могут набрать 10 на много раундов флейми промахивается у нас на зиге откидывается хаешка res играет внутри тем временем под коробкой get right но а бомба вообще под b и это в принципе говорит нам о том что возможно игроки команды не пойдут как раз таки на точку б будут выходить на симпла он играет на пленте ну и против него нужно хорошенечко поработать какими-то флешками или опять же коктейлями молотова зигзаг пока раскидывает мистер с настреливать всячески привлекает внимание к себе пока что два непосредственно на б игрока находятся у команды нави что конечно же хорошо и вроде бы электроник имеет возможность сместиться туда довольно оперативно как арсений не отметил nip скорее всего готовят раунд под б у них четыре темка с одним сплитующим резом если у него ну смока кстати нет неужели до контакта через туннель на и пол открываться симпл промахивается кстати теперь его можно за контроль и тиммейт неподалеку дважды промахивается симпл что в принципе бывает не часто и точка б занята еще и rest из медла никуда не делся он закрывает электроника выбивать базу б в меньшинстве довольно сложно и конечно же раз не остается в этой позиции понимаешь что если 3 в 3 то на пойдут выбивать сохраняется да симпл конечно промахнулся сейчас то есть по большому счету раунд зависел именно от его пика и если бы он по стандарту забрал первого выбегающего потом второго выбегающего как он умеет в этом в этом раунде было бы все совсем по-другому но даже такие мастера своего дела иногда промахиваются который раз говорит что в контр-страйке бывает все три на три сейф от команды navi счет 73 и команда nip вплотную подобралась к минимальной победе на карте даст 2 в первой стороне ну и пока хотелось бы отметить что статистически разные концептуальные подходы карте если у navi вот как мы отмечали т сайт доминирующая сторона почти 60 на 40 то и на и пи напротив доминирует сторона кт 50 ну поэтому это говорит о чем что если не пы возьмут 10 или 11 то они скорее всего закроют команду navi потому что они за кт играют неплохо а дальше нюк настолько нестабильный странный наверное от команды navi в каком-то смысле что там у них по карте ну 0 процентов винрейт как бы за три карты это не очень хорошо ладно пока у нас новый раунд пока дебюты довольно стандартно уже в третий или в четвертый раз драки ну или какой-нибудь его тиммейт под респаун пытается пика длину navi туда не высовываются просто отбрасывают банку на ранних таймингах и не открывается симпл поджимает зигзаг с а в п точку б защищает эдвард ну и в мидле находится зевс не боятся navi рокировать скажем так точки то есть постоянно их комбинируют разные игроки работают на разных позициях карты а вот и найпи наверное будут отжимать длину сейчас там два игрока даже три симпл но может быть по агрессивнее откроется и сделает свой минус хотя конечно против зигзага осторожно ребята должны действовать да вот он открывается и отстреливают фореста все-таки не дали туда никакие гранаты не думали что именно снайпер будет поджимать так что 5 в 4 преимущество у navi лекра у нас находится на зиге откидываются флешки на длине и на зигзаге при этом лекра занимает более выгодную позицию бомбу можно подобрать 4 в 5 с одной стороны ситуация с другой стороны у нас почти пока два человека на пленте хотя зевс подтянулся к тиммейтом играет он снизу но опять же все во многом зависит от того как симпл будет попадать хорошие гранаты сейчас один хп у электроника в итоге он рискует смог выходит чекает лонг говоришь там никого нет тем временем симпл должен проверить яму и тут словил неплохой тайминг лекра но симпл это понял выходит делает пик тем временем бомба стягивается на б-плент и navi по-моему догадывается что что-то здесь не чисто потому что лонг отдали электроник его поджал сейчас говорит что это стопроцентная б флейми ловит реза флейми сейчас выйдет дальше на get right и get right красный подставляется под эдварда и дрейки но нужно сэвить но его забирает элег 7-4 navi берут непростой для себя раунд а и соответственно оставляет командой nip снова без денег не устанавливают бомбы и найпи в проигранных раундах что не идет им конечно в плюс вот добавьте к тем деньгам что есть сейчас по 800 долларов был бы неплохой на самом деле бай атак 5 для navi и тот счет о котором мы говорили где-то 10 11 от nip пока все дальше и дальше и симпл показывает наверное вот этим раундом предыдущим что фейл на б был просто досадной оплошностью и с его форме все по-прежнему хорошо итак 3 дигла 2 по 250 на и пи армор только у лекра форест открывался на центр карты в надежде просто дать какой-то вантап на скиле тут же рэс подставляется через верхнюю темку в туннеле под эдварда электроник супер открыто играет на мидле хотя позиция не самая читаемая так что делает фраг эдвард тоже подтягивается уже второй минус в его исполнении гитрайт один вот такой проходной раунд дефолтный от команды nip в попытке отстрелить игроков рожденных побеждать не вышло и ладно кристофер алисунт легендарная личность и 1 на 6 кс гоу конечно же дважды лучший игрок 2013 в четырнадцатом году ну и просто отличный чувак электроник начинает нашивать гитрайт падает все таки еще один раунд в копилочку нави остаются три ниндзи в пижамах скорее всего ставят тайм-аут сейчас очень важны для них раунды то есть нужно цепляться и брать 10 потому что во второй половине ну если нами выиграет 8 7 будет очень тяжело не почкам но есть действительно о чем поговорить о чем подумать включается тренер команды это пита вот он справа а если кто не помнит не знает как он выглядит ну и наша команда пока тоже обсуждает какие-то варианты которые не помогут в принципе сделать то есть какие-то заготовки у непов однозначно есть и возможно нави о них знают ну и кстати по моему кейн в этом раунде сейчас меньше всего говорил больше зевс электроник там чё-то ну и ребята между собой обсуждают какие-то комбинации которые возможно помогут им сделать антрефраги получался у нави вроде бы агрессивный диффенс такой вот с поджимом через шорт там же можно использовать а в п мне очень нравится что по разным частям карты бегает тот же симпл ну и вообще а вики используются довольно мобильно что явно не очень на руку команде nip что же делают сами шведы один из немногих раундов когда за длину они вообще не сражаются ну то есть были разные попытки но в основном это заканчивалось ничем а то и риск вот мистер форест сейчас работает под мидом и ставка нави пока что сделано под б ну и кстати под б стоит у нас бомба точнее лежит именно туда судя по всему будут входить не пы с поздним таймингом пока работают они по карте чекают мидал чекается лонг аккуратненько там перед коробкой находится гитрайт понимает что вроде в нави не поджали эту позицию ну и возможно займут пока что зиг ну тут по моему стандарт это занимание зига это возможный какой-то фейк и последующий выход центр плюс б такая тактика от не не пофну а у нави ротации не будет там просто закрытый диффенс троих игроков на точке б но варианты есть разные если nip например прочтут укрепление под б то он не считается как они могут прочесть тут видишь очень закрыто играют чуваки то есть поэтому не пы проблема в том что надо было кого-то опустить в зиг и выйти но вот такой хэдшот симплу уже по-моему второй раз без размена ключевой игрок на б погибает эдвард 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 электроник в этот момент принимает пятак эдвард падает едет на папа элику и команда nip заходит на укрепленное б ну и такое бывает вот один промах да кажется и весь бы плент падает смотря на укрепление ведь еще два опорника было но всего лишь одна потеря у nip казалось бы как вы заходите на большинство но в такие моменты ошибаться нельзя 8 5 половина уходит но хорошие новости для нави в том что экономика на коне они могут позволить себе там проиграть какой-то один или даже два отдельных раунда но все равно остаться на хороших деньгах плюс сейф для зевса и флейми может быть они даже попытаются отстреливать все таки половина подходит к своему логическому завершению тут даже у nip наверное более уязвимая экономика чем у самих рожденных побеждать так данил тисленко ну-ка ну-ка не дожимает гитра это 4 хп там остается ну вот аук конечно не всегда стабилен иногда очень коварный автомат но флейми свой авиак уже сохранит наверняка что ж 8 5 ну и как ты думаешь 5 10 будет для нави еще приемлемым счетом и нормальный рабочий счет приемлемый конечно они хотели бы побольше взять то есть опять же будет многое зависит от пистолетки от первого бая в этом случае то есть не поймут реально у навина дасти выиграть да далеко не самая сильная карта у нави как мы знаем то есть зевс об этом говорил ранее там нужно полгода назад нами постоянно его тренируют тренируют и приходят какой-то оптимальной форме но периодически проигрывают до 2 все равно проигрывают кстати насчет вот прошлого раунда там возможно не хватило коммуникации между электроником и эдвардом элик может быть мог как-то флешку кинуть эдварду в окно да после первого минуса от вани ну как-то так нужно там играть потому что просто стоять на стрельбу а когда тебя зажимает с двух сторон очень тяжело лекра пока под б бомба снова здесь команда нави в этот раз решила сыграть четвером на а они сначала угадывали на б теперь 4 а но они по и судя по всему дальше пойдут на б и в этом случае у них снова должен получиться раунд потому что нави покажут явно не читают симпл у него есть задел для энтри фрага хотя стоит не вплотную на парапете на отстрел зигзага просто ждет какой-нибудь пикселек хотя молотов конечно сильно мешает обзору так вот сейчас он по моему заметил силуэт соперника еще один ближний молотов и симпл отходит обратно так бы база сейчас очень уязвимо да и электроника сейчас могут банально зажать на самом деле на кт и смотрим гитрайт нет отдается все-таки гитрайт открывался раньше смока электроник неужели собирается пикать мидл под флешку выходит но красного форест он не замечает сразу не реагирует на него как и то крес вместе с форестом раскручиваются на два убийства б база занята снова сейф от нави так как два века непонятно как здесь выбить это почти невозможно 9 5 и вот как-то получается электроник вообще имел отличные шансы получается тара татай рата тара там но на самом деле мы видели изначально схему нави схема нави заключалась в том что мы принимаем а плент в первую очередь если бы выходят то мы сейвим так и получается хотя конечно если бы индивидуально жестко опять же сыграли некоторые игроки то может быть такой раунд можно было бы положить свою копилочку но не тут 9 у команды не 5 у команды нави но есть хорошая новость это конечно бай на последний раунд то есть нави все выжили у них счет будет опять снайперские винтовки ауги коктейли молотова и так далее но пока это явно не та игра которую бы хотели показать нам с вами рожденный побеждать с другой стороны ставка на атаку именно за эту сторону рожденный побеждать должны показать свой максимум хотя не настолько будут опасные парни да и там тоже две снайперские винтовки они вполне могут использовать вторую возьмет форест и вот они коэффициенты на победителя в рамках первой карты но учитывая разрыв четыре раунда здесь я бы сказал внутрь нами все еще верят то есть 227 но вчера так не ночью верить это даст 2 на самом деле тут ну что такое 95 или 10 5 потом берется пистолетный даже без пистолетного на дасте поверьте даже проигрывая пистолетный ты потом нормальную атаку показываешь хорошую раскидку и начинаешь набирать свои но опять же просто проблема в том что надо играть без ошибочно причем во всех микро ситуациях то есть непы понятное дело во второй половине тоже где-то снайпер будет пытаться работать какие-то вылазки на центре будут и вот если ты все это контролишь и потом занимаешь важные позиции делаешь класс классную раскидку то ты можешь набирать очень много грандов на дасте 2 плава выходят забирает электроника откидывается коктейль молотова ситуация 5 4 ну и на б при этом два человека вот а принимается пока что очень плохо бомбой думает все-таки в каком направлении и стоит идти на какого там бомба на руках как раз у дракена но он посматривает поджим из длины я так полагаю хотя длина еще не прожималась там же сидит и снайпер команда navi это симпл ну и вообще длину особенно по последним раундам и на пи даже не пытаются отжимать так вылазка на фореста и он настолько спокойно принимает эдварда что флейми даже не решился идти на размен у него авик очень сложно было бы забрать дядь кулинберга и тут выстрел конечно же был но мимо кассы так что форест в одиночку на самом деле инициативой команды navi занимает б своей команде ну пытались navi играя вдвоем против темки разменять своего тиммейта но не получилось есть фрага зевса намного ли от этого легче команде navi вот в чем вопрос совсем тут не легко тут без шансов и варико на сейв нет да сейвить уже не нужно 10 5 ну если не пы взяли 10 раундов я думаю на тоже могут взять как минимум 10 и тогда мы будем наблюдать допы но так и проиграть можно даст 2 все таки пистолетный первый бай потом еще один бай и не пы говорят ссори но у нас даст 2 немножко получше подготовлен нежели у вас хотя мы видели на самом деле все сводится там где-то просто перестрелкам симпла один раз на бэ запушили второй раз засада на бэ не получилось да то есть в плане чтение соперника у navi все было неплохо но вот индивидуальная игра порой подводила того или нового игрока и в итоге все свелось к счету 10 5 но может быть и у непов форест будет промахиваться или дрейкен посмотрим во второй половине там не все так легко не все так просто да пока у драки на 7 к 7 плеймейкеры главное тереза форест что там navi 12 9 simple но конечно не доминирует он так как вчера над командой by g и близко но здесь особенно не выделяется чувствуется что navi тяжело да и следующая карта не будем забывать это нюк и в случае проигрыша для navi это будет ну прям главная проверка на прочность что же у нас сейчас пистолетка так лишь драки не закупает армор работает на китах плюс двух флешков флешках симпл на 250 заходят на длину нет кстати navi не пошли на длину у nip есть хитрый план укрепление шорта электроник уже попадает по голове лекарь гитрайт вторым номером со имит или нет нет пока не получается у драки на 3 у лекара 9 пока что преимущество рожденных побеждать неоспоримое в этом пистолетном раунде не гитрайт уходит зигзага его занимают нави выход у нас от лекара сейчас через для лекара через зигзаг у navi тем временем 9 хп и моментальный хэдшот от симпла остается гитрайт играет на картинке пытается перестрелять не попадает флейме и ему отвесил дрейкин красный и navi в принципе должны забирать этот раунд все таки ситуация для нипов очень тяжелая не поиграют на зиге симпл замечает фореста тут моментальный хат делает но есть еще денис шарипов который выходит и уверенно забирает фореста выходит дальше на реза пытается повесить ему но как-то не получается да с глакана раз все таки отстреливает оппонента но раз в итоге один против троих и дефузы кстати были по моему драки на драки на не были но эдвард спине так что в любом случае это расстрел за град отрядом 10 6 важнейший пистолет на раунд для нави и вот здесь интересно пойдут ли на и пины какие-то форсы все-таки в первой половине они нави точнее это делали после проигранной пистолетки но здесь наверное ситуация несколько иная понадобится а в пэ ну и вообще экономика так что это голые юспы флешка и обратите внимание лишь один фармган команды navi они готовы к любым поворотам событий в частности к форсу против которого например три или четыре даже фармгана в арсенале были бы не очень хороший затея стак на центре карты вот он айпи здесь четверо но не ждут какой-то вылазки или возможности забрать соперника на шорте симпл уже получать немного урона просто настреливает наверное байтит на себя пока электроник может быть сделает выпад хотя в целом ой делает там нечего еще и прострел на драки на ну отсутствие армора дает на себе знать простреливать через дверь и довольно просто электроник замечает мидл попадает очень хорошо по гитрайту собирает кристофера или сунда упора став при этом флешка у всех остальные юспки и они по-прежнему играют от толки отталкиваясь от плента b но navi аккуратненько пробивает информацию по пленту а там нас никого нет можно брать бомбу вставить ее эдвард уже ринулся на поиск играет на чемпи комфорт погибает эдвард занимается фармом ну и res вместе с лекра вдвоем сейчас на точке b из окна выходит но эдвард 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 это демки мувики это новая презентация красиво так от юмп отказываются navi simple получает айвик все ненужные скины вы можете обменять также при помощи бота кс-мани вот как эдварду не нужен юмп так может быть вам не нужен тоже какой-нибудь юмп не просто скины а успех три клика и у тебя новые скины до cs.money 10 7 пользу команды ninja slim pajamas simple пикает час лонг пытается пустить преф но не вышло отстрелить игрока команды nip в итоге ниндзя заняли лонг откидывают смок и можно уходить на точку а нави играет аккуратно сдержанно контролят пока что мидл контролят начало зига но внутрь пока не заходили но это стандартные navi опять же под руководством дани зевса которые всегда сначала собирает информацию идут аккуратно на центр под флешки потом откидывают хаешки занимает скорее всего и зиг и только после этого будут принимать решение какой из плентов лучше всего атаковать по-прежнему 500 холлспойнтов на карте хотя больше 50 секунд раунда уже прошло simple сейчас контролирует мидл но понятное дело и на ip не имея каких-то дальнобойных девайсов вроде авика играют закрытую из гранат но неповно приемку осталось всего лишь три флешки ну вообще все козыри на руках у рожденных побеждать прямо сейчас еще электро кт получает дым и нави будут делать легкую пробежку через шорт возможно с десантом на кт здесь аук но наверное для симпла не составит труда его перестрелять так что весь вопрос в эффективности перестрелок ну и сколько гранат на вы потратят на и в итоге огромное количество банок откинули но самый главный какой-то флешки на единицу не было однако электроник забрал нас лекра дрейкен пытается жить у него хорошая позиция несмотря ни на что было бы неплохо еще флешку сейчас лек дрейкену откинуть на флешки нет по-прежнему нави не могут зайти стоят прожать не могут не хватает явно смакали флеш гранаты тем временем флейми все-таки на пленте делает килы но его атакуют игроки команды на пиде секунды конца зевс бомба и зевс как кобра как настоящий хускар борется до конца но в итоге а вп подбирается и все это раунд для команды nip ну вот дрейкен как бы с одной стороны фраги то не делал у него не залетал с другой столько времени вытягивал его никак не могли забрать тиммейта на подходе гитрайт работая за спиной также сделал свой фраг и дрейкен все это время жил хотя молик залетел на плент молик залетел на подела молика ну ты имеешь ввиду что 2 на подъем должно было быть ну на подъем именно под позицию дрейкена под этот ящик что он не мог так ходить туда-сюда то есть чтобы он или на гусь выбегал уже до открывался полностью или ловил хотя бы даже смог можно кинуть там в общем есть какие-то какие-то варианты потому что реально он туда-сюда ходил и нави его боялись они боялись подставиться боялись занять плент но у нас уже в новом раунде друзья симпл забрал дрейкена и вот так вот заканчивается первая перестрелка снайперов красавчик ну и драки наверное явно недоволен пока что мы говорили о не очень стабильной игре этого снайпера и в данном случае симпл конечно оказывается сильнее что у нас там два игрока nip переходят на миддл трони всячески отвлекает внимание на себя а точка полностью оставлена пока не пойми здесь наверное задел на то что либо будет заход на б и тогда его можно будет принять в большинстве либо нави пойдут на и мы сэйвим 4 девайса но других вариантов нет потому что денег по минимуму ну а сэйвить опять же мп хифамас придется лучше чем ничего лучше наверное да команда nip стоит пока что на миддли стоят ребята на б на веснова в зиге и должны выйти они знают что нет скорее всего а вп штамбл скаут и можно изи выходить как опасно то забирает флейми теперь плюс трофейный калаш и плюс возможности выбить эту бомбу на самом деле потому что нави заняли аплэнд нави ставят бомбу при этом смог хороший на зиге пройти зиг нельзя поэтому скорее всего нипы будут просто отстреливать то есть они будут пытаться забрать нави но нави могут принципе уйти на тот же лонг в яме засейвить или будут выбивать зиг если кстати пойдут зиг они идут лекар решил рискнуть выходит смог получает много дэмэджа но в итоге фора забирает зевса электроник пытается принимать зиг тут хороший просвет есть откидывает еще один гитрайт смачок под него как под флешку пытался ворваться но не получается 2 на 3 бомба вот-вот взорвется команда nip отдают сейчас рожденным побеждать нави рожденным побеждать раунд и соответственно два девайса будут играть не почки да я думаю так на их уже не выбьют 11 8 хотя знаешь вот если бы перестрелка электроника была менее удачная на зигзаге его бы забрали вот два хп снова осталось на грани фола работал денис шарипов если бы его забрали раньше чем эдвард успел сместиться к нему на помощь что выбивать и на айпи смогли бы плент уже в большинстве киты по крайней мере у одного игрока на момент выбивания были вот раз кстати с ними и засейвился по итогу так а нам показывают повтор перестрелки на центре ну тут прям шансов не оставили не оставили дракену по факту это даже не было перестрелкой снайперов как таковой дракен просто показался за дверью и тут же схлопотал прострелом и теперь калаш м к так две гранаты на симпла много урона они не вносят сам симпл щелкает фореста пытавшегося занять яму и это 5 в 4 для рожденных побеждать 9 раунд на подходе осталось его только по сути закончить вот эту эмпы коллаж где там игрок 6 и 7 как раз таки под а плентом работают выходят оттуда ближе к мидлу в следующем раунде они тоже понадобятся электроник у нас находится в зиге подходит на шифте террорист с бомбой в руках нави снова могут выходить на плент но как бы не нарваться на два девайса и нави скорее всего попробовать собрать необходимую информацию дракен пока что играют в разных позициях хотя ближе немножко к плент находится рэс дракен на центре стоит на подсадке нави откинули смог выходит аккуратно электроник ждет когда к нему в гости кто-нибудь заглянет ну а нави показывается зевса собирать информацию по а пленту зевс ловит реза и в принципе а плент открыт можно стягиваться и ставить бомбу флейми забирает лекра так и еще 1 1 9 но главная проверка на прочность будет сейчас 5 4 100 у реза хотя скорее всего без снайперской винтовки снова некоторый дефицит по гранатам будут испытывать на и пи и здесь уже работают практически без за угов буквально один это может второй там уреза появится и мы видели 2 х ешки залетела на банку к симплу не он все равно умудряется и отстреливать и оставаться в живых и так новый раунд симпл ой как близко то сейчас было по игроку номер 9 это форест прям в сантиметре от модельки выстрелил косталев и найпи отжимают длину втроем но против нее найпи нави точнее даже не сражаются играют супер закрыто супер медленно мы пока что это приносит свои результаты стак на нижней темке для контроля шорта все-таки можно по счету 11 9 ожидать и агрессивно игра от команды найпи флейме у нас находится с электроником ребята чекают зиг бомба находится верхней тем временем зевс а к 47 на пальме и ребята готовы выходить сейчас через центр под легкую флешку пока что этот расклад не поконтролят проблема не повсю в том что несколько а в п нет гранат абсолютно и действительно тут будет очень и очень тяжело ребятки но это по сути то же самое что было в позапрошлом раунде когда там тоже буквально две флешки оставалось на момент выхода команды нави по арсеналу что самое любопытное что в первой что во второй половине у нави было преимущество так сейчас флешка на центр лекарь не самая вообще очевидная позиция размен дымами и и все-таки лекарь отходит на кт да заходить рожденные побеждать будут на двух опорников бы базы один из которых уже позволяет себе немного агрессии расчет на фраг форес сквозь дымы находит электроника зевс он возможно же видел на стрелять на отмашь не стал работая наверняка однако данил тисленко 20 хп выживает раз принимает флейме выходящего из тэшки может быть челкнет сейчас и симпл хотя понимает что эдвард должен был уже пройти на дэнс без шансов для эдварда минус 2 неплохо раскатывает ваня симпл дал своему тиммейту бомбу ваня красный симпл будет пытаться перекрывать дрейкин играет через пятак гитрайт нашивает симпл итоге падает от дрейкина у эдварда 10 хп врыв через ворота эдвард забирает на все-таки гитрайта коктейль молотова передумал дрейкин крадется придает флешка дрейкин слепой эдвард нас за высоким ящиком дрейкин все-таки берет раунд но это было очень на тоненьком скажем так ну дрейкин что же ты делаешь это ведь это запрещено это уже старые как бы игроки да да уважение немного ветерана к пенсионерам не уважает просто ветерана дрейкин но на самом деле очень такой серьезно опасный раунд от нави потому что по раскидке у них было все прекрасно и откидывать совсем вообще мы не видели какой-либо откидки у непов не было гранат и соответственно вышли на стрельбу нави да то есть нави там где можно кинуть гранаты вышли тупо на стрельбу и в итоге непы за счет этого многом взяли раунд но ничего один всего лишь игрок выживал у дрейкин и компании все равно нет денег нет гранат и нави сейчас скорее всего будут выходить уже через зик какой-нибудь но пока нави вообще никуда не спешат сидят под т-спауном наверное ждали фрага от симпла электроник работает против тэшки гитрайт довольно близко играет на банке но сейчас уже банка сама по себе прожимается крайне редко все таки постоянно там находится какой-нибудь игрок атаки на контроле этому играть так опасно по девятую гитрайта а едва пытавшись занять да вот этот левый упорный угол получил прострел понял что это уж слишком опасно ну встал бы туда вот получил вот такой шлейф от эдварда зигзаг отжимается тремя игроками нави и второй игрок и на ip в данном случае это лекар приходит на помощь гитрайту эдвард готов выйти через коробку этот слышал как гранат и попал гитрайта в итоге кристофер уходит назад тем временем на гуси у нас прячется лекра и нави будут зажимать точку а правда передумал у нас игроку с бомбой а точнее нет он дропнул ее своему тиммейту перетягивается зевс назад на лонг тем временем отходят флейми назад и так понимаю дать смог который должен отсекать игроков которые играют на ланге но и вот он выход гитрайт ловит флэш уходит назад тем временем пытается помочь как-то дрейкен кстати ошибся флейми со своим смоком в итоге из-за этого дрейкен мог помочь но он не помогает попадает моментальный гитрайт дрейкен под себя кидает смог пытается тут жить его нашиваются всех сторон дрейкен пытается уходить влево вправо при этом на гуси я напоминаю играет лекар который падает и команда нави успешно занимает аплэнд ну чудовищный момент конечно дрейкена и тиммейту своему не помог хотя гитрайт всячески пытался вытягивать и время там инфа не знаю то есть гитрайт если бы просил может быть чё-чё тогда дрейкен бы подошел потому что и смог не лег и реально если дрейкен вышел на старт он бы забрал коробку ну получается так и сам так гитрайт поймал флэшку пытался не шифтить то есть наоборот пытался не топать на шифте ушел за как раз таки банку ну получил от эдварда девайс у алисунда был не самый дальнобойный ну и дракен дважды конечно промахнулся тут он наверное вернул должок кармический симплу за промахи в первой половине и это там нави отжимают конечно огромные проблемы с экономикой nip каждый проигранный раунд для них это потеря еще одного наверное бонусом ну плюс 600 для фореста и плюс что у него там калашик все-таки отжимает по моему дорез уже не успевают надо закупиться нечем не пам придется давать наверное и 11 и пока нави оправдывают свой статус т-сайт команды на карте да даст 2 явно получше у них все идет ну и снайпера nip пока не видно да не по сейчас конечно отдали принципиально важный для себя раунд потому что он очень сильно мог помочь для того чтобы победить на дасте втором сейчас ситуация отчасти такая нейтральная нави могут добрать и 11 до следующего раунда там все таки будет уже хороший бай относительно у него крес подлез на коробку погиб все-таки от эдварда гитрайт попытается забрать его девайс петляет флешка флейми слышит эти перемещения уходит за синий эдвард чекает коробку подпадает все-таки гитрайт и у нави преимущество в два бойца где-то мистер форест он под б ну оно и понятно стандартная позиция если ты хочешь унести калаш в следующий раунд дрейки на чайное сопротивление но кучей гранат и прострелов сквозь эту машину залетают электроник вылазка на мидл папа форест размен и симпл оказывается тут как-то 12 11 и после половины 10 5 максимально близко подходят рожденные побеждать к команде nip симпл с а в п остается на в плане экономики все хорошо тем временем коэффициенты от нашего партнера gg.bet у нас у непов 269 коэффициент нави укрепляются но все довольно спорно непам нужно брать два раунда подряд чтобы все-таки прийти к каким-то пистолетом от нави но это будет тяжело реализовать хотя у дрейки на вп у фореста тоже но симпл забирает реза а res является на самым ценным игроком активе на ip после фореста я бы сказал вот рез на втором месте форест на первом но и было отличная комбинация под флешку кстати коэффициент 269 на nip в рамках победы на первой карте несмотря на то что не пыта ведут еще в одном раунде то есть еще 12 11 на них 269 нави выстраиваются для атаки под б при этом центр они использовать не будут собираются просто давить тэшку лекра ну неплохая позиция наверное в паре с форестом пока тут будет отвлекать внимание сразу двоих тушит при этом фореста с авиком все еще сидит здесь планте хотя его вырубают и скорее всего позиция лекра на машине будет ожидаемо но он вытягивает время тиммейты подбираются вплотную кстати в спине уже находится гитрайт вопросом сделать ли он фраг да делает молотов залетает туда дракен забирает симпла это 13 для команды nip лекра какой же ты красавчик это прям ну нави пытается сыграть слишком умно хотя на самом деле есть гранаты симпл сделал килл на длине и нави как бы понятие вот симпл давно показывает делать минус на ланге соответственно минус один человек на точке а и нави думаю так ну пойдем на а может быть не пытам укрепили а на б остался всего один но не поиграют просто окей сыграем вдвоем на а планте хотя как бы они сдерживали а план вдвоем непонятно но угадали лекратительно сыграл очень хорошо на ближнем ящике еще 13 11 но по-прежнему хороший бай у рожденных побеждать хороший бай у команды nip а есть откидка теперь и флешки коктейли молотова но нави заняли длину уже в этом раунде противостоять им будут сразу два века один из них как раз таки максимально близко к длине и находится это мистер дракен форест со вторым а в п случае чего сможет переместиться поконтролить миддл ну и нави вообще ничто их не заставляет использовать длину до конца в этой пробежке как мы видим и флейме там находится вообще в темке но пока попытка отстрела так если кто-то за машиной пока вне зоны видимости к симплу он бросает смог и под смог возможно будет проверять даже плент а вот бомба и вообще большинство игроков уходят дракен снова проигрывает симплу даже не ввязавшись в эту перестрелку он просто занял ну плохую позицию с другой стороны абсолютно читаемую для симпла он спокойно пробрался под смачок все мы видели щелкнул дракен и теперь форесту придется как-то отыгрывать своего тиммейта он с этим справляется блестяще здесь и гитрайт возможно будет не читаем поджим и меньшинство команды nip превращается в 4 в 3 для них же заняли нави точку зиг тем временем гитрайт в очень нестандартном месторасположении находится попадает в голову флейме неплохая реализация ауга еще один минус как же жестко он контролит просто все летит в голову у этого девайса и в итоге симпл один а это друзья был на этой стадии игры самый важный раунд потому что на ве заканчивается экономика и сейчас придется тащить возможно под один навик вот симпла симпл ловит реза уходит назад на теспа он сейвит в итоге свой девайс ну давайте смотреть там 3000 на на у электроника три у эдварда ну в общем у всех по три даже трех не даже нет трех ну флейме 3800 симпл может дать пистолет например но даже не знаю нави сейчас нужно принимать волевое решение вот чтобы ты сделал неужели ты бы закупался и нет я бы все таки купил пистолет но оставил на калаши в следующий но сейчас пытался то есть этими пистолетами что есть симпл с а в п ну и мы понимаем только симпл это чувак который может два или три минуса при правильном его использовании сделать и сейчас надо зевсу и кейну ну и симплу втроем быстро придумать решение как правильно использовать этот ган чтобы сделать все-таки киллы да ну и возможно симпл сам сейчас вот придумает скажет давайте-ка я вот сделаю как-нибудь так наверное от респауна будет зависеть многое ну не по все прекрасно и гитрайт вот очень правильно подметил занял нестандартную позицию абсолютно неожидаемо это повтор пардон это повтор это повтор оккупина там я слышал покупка какая-то была каких-то пистолетов по моему все таки это форс ва банк ну это очень опасно на самом деле что у нас происходит так 5 на 5 форес чекает сейчас лонг тем временем у команды на этом никого нет нави занимает сейчас зигзаг электроник играет внутри уже бомба подтягивается ну не по все по схеме стандартной самый старый форес авиком на картинке есть гитрайт на ланге есть снизу хелпа который одновременно помогает центр и чекает а и тут вопрос закидки команды нави у нави флешки и смоки только но если флешку форесту хорошую кинуть тогда нужно его отогнать отсюда в любом случае мы кстати обрати внимание зеркальные позицию двух снайперов сейчас форес становится на в прошлом раунде у дрэйки на не получилось совладать с этой точкой будучи тоже на снайпере так что форес сказал иди к ты на бэ я постою здесь гитрайт пока на длине уже увидел гитрайта зависит многое плюс форест должен ему как-то помогать не знаю флешка прилетает гитрайт живет пока что в яме гитрайт делает один минус чекает дальше синий забирает эдварда гитрайт просто показывает феноменальную игру этих ключевых последних раундов будучи с аугом ну и в конце концов симпл с электроником 2 в 5 ребята делают буст сэйвить надо на самом-то деле сэйвить а в п на следующий же раунд часто вот зачем сейчас идти то есть тут уже просто ребята на кураже на анти кураже знают на тильте тиль скорее всего небольшой то есть тут и ну не буду говорить наверно все мной согласны потому что реально сейчас у симпла 2 400 и дигл а так все таки можно засейвить и с а в п отыграть ну этот раунд хотя бы но выходили на гитрайта получалось у нави периодически там его напрягать но в этот раз гитрайт сыграл очень хорошо поэтому 15 11 пользуя на и пи и может быть последний раунд но в любом случае нави купили идут направлении пока чтобы а план то интересно будет ли это быстро гранатки но нет конечно получили целый ворох молотов и следом залетел дым так лекра уже в ближнюю поджимает мидл становится за дверями и форест отвлекает внимание на себя то есть он показывает что снайпер в мидле есть и из-за этого лекра не чекают хотя отличный преф от симпла форест разменивает электроника за иксом симпл все еще жив но получает молотов сквозь него пропушить возможности нет никакой кт контролируется но кт отсутствуют игроки на и пи и сейчас получив большинство нип наверное принимает максимально правильное решение они отходят на глубокие позиции 2 на b ну один разве что это гитрайт принимает банку есть машина но возможности сделать какой-то рандомный фраг минимальный для команды нави я имею ввиду гитрайт кстати мог поджать коробку но не стал этого делать играет мега сейвово на ведь тем временем все так же на центре 50 секунд до конца занимает зигзаг шумят неплохо на мидле но надо выходить зигом и нави смотрится там дрейкен играет на картинке флешка есть одна флешка вторая но вот сейчас надо как-то плечиком аккуратно попытаться проверить а план понять что игрок именно на картинке находится и тогда откинуть ему хорошую моментальную гранату коктейль молотова 7 секунд выигрывает дрейкен симпл я так понимаю готовится выпрыгивать пролетела флешка слепой у нас игрок защиты симпл упал тем временем время работает время работает на команду nip в итоге дрейкен забирает зевса и этот смог только лишь на руку у нас дрейкен очень хорошо отыграл 16 11 в пользу дрейкена прекрасная игра от непов наверное неожиданный результат дорогие зрители и для нас с вами и для нави которые в принципе на дасте рассчитывали наверно победить но в любом случае это бо3 противостояние у нас следующая карта не за горами поэтому сделаем небольшой перерывчик и нави сделают и не пы сделают пообщаются ну и скорее всего уже даст не будут обсуждать в любом случае надо смотреть в будущее нужно смотреть на карту дню которая кстати у нави не очень хорошо получалось рамках этого турнира ты вот говорил 7 16 они проиграли команде вича они проигрывали вот какой-то турнир джи джи бета челлендж норсом проигрывали героиком проигрывали ви а это чемпионат который в лондоне по мажора выставки как раз ну и стар серия и стар серия на мажоре я так понимаю общения было то значит нюка на вина не было то есть на вина довольно долго не играли нюк ну них это получается наверное после каша как шестая карта некоторое время назад вроде года или около того они тренировали эту карту играли довольно неплохо то есть они посвящали время даже с гамбит на при этом сыграли свичи от проиграли 16 7 но может быть это поражение как-то сплотит коллектив и наоборот они на нюке будут играть лучше но в любом случае мы совсем скоро будем передавать слово нашей студии аналитики которая по полочкам там будет расклады давать у нас есть очень серьезные специалисты которые знают на дасти посмотри что смешно доминирующая сторона у команды navi это т-сайт 66 процентов на нюке сынка баудис возможно это поможет рожденным побеждать но наши аналитики расскажут об этом более подробно и мы слово передаем